Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем вам. Пока одни поливают, другим нечего пить. Пригородный поселок Шамхал-Термен испытывает постоянные перебои с водой. С чем это связано, разбирались наши корреспонденты. У меня близкая вода, которая к нам идет. Иногда бывает, что пахнет она мочой, скотиной, понимаете? Она воняет себя. Невозможно даже близко взять ее, понимаете? Настолько она грязная вода. Эвакуировать людей, потушить пожар и ликвидировать последствия вредных выбросов. И все это за 40 минут. Обучение в МЧС. Смотрите в выпуске. До конца следующего года никаких налогов. О том, кому положены льготы, расскажем через несколько минут. Призыв советника муфти Айны Гамзатовой к примирению Асхаба Тамаева и Дибира Махмудова поддержали и высоко оценили руководителя Чеченской республики и Дагестана. «Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Зайербековны конфликт можно считать полностью исчерпанным», – написал Кадыров. Следом отреагировала и глава Дагестана. «Мудрость женщины способна сохранить мир и взаимопонимание не только в семье, но и между народами», – заявил Сергей Меликов. «Напомним, супруга духовного лидера региона первая обратилась к спортсменам с просьбой не нагнетать обстановку. Она напомнила ребятам о древней горской традиции, когда женщина останавливала даже кровную вражду, бросив платок между конфликтующими сторонами. Своё обращение она попросила приравнять к этому благородному жесту и призвала молодых людей простить друг друга ради Всевышнего». И к другим темам. Накануне в Тарумовском районе в ДТП погибли 5 человек. Трагедия произошла на автодороге Астрахань-Махачкала. 46-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. На месте скончались водитель легковой машины и его 4 пассажира, в том числе ребенок. Напомним, что только на прошлой неделе на дорогах Дагестана произошло 30 ДТП, в которых 5 человек погибли и 41 получили ранения. Среди раненых двое детей. В Махачкаре произошел пожар на очистном сооружении, вследствие чего случилась утечка опасного химического вещества. Такова была легенда тренировочных учений МЧС. Согласно сценарию, в результате короткого замыкания электропроводки загорелось подсобное помещение в здании. Аварийный сбой технического оборудования привел к выбросу полиакриламида в подвальную зону. Перед специалистами МЧС стояла задача за 40 минут успеть эвакуировать людей, потушить пожар и ликвидировать выброс с опасной смеси. В итоге все службы с поставленной задачей справились, показав слаженность действий при ЧАЭС. Из-за наплыва дачников огромный пригородный поселок Шамхал-Термен испытывает постоянные перебои с водой. Серьезные проблемы у населения наблюдаются на протяжении уже 15 лет, а пика они достигают летом, с началом поливного сезона. Почему местные жители, имея на балансе поселка два водовода, живут как при засухе, узнавала Патима Тханапова. Ну вы сами понимаете, как можно жить без воды. Бывает время, когда моешь посуду, чуть ли разбивать не хочется, потому что не идет нормально воды, практически нет воды. И вот так вот набираем, вот так живем в тазах, в ведрах. Тазы, ведра и прочие емкости здесь части ландшафта и интерьера домов местных жителей. И питьевую воду подают только позднее ночью, когда поливы прекращаются на дачных участках. Мало того, что вода тут редкости, но и качество ее оставляет желать лучшего. Медлийская вода, которая к нам идет, иногда бывает, что пахнет она мочой, скотиной, понимаете, она воняет себя. Невозможно даже близко взять ее, понимаете, настолько она грязная вода. Ну, значит, ее не очищенным видом она идет, это техническая вода. Воды у жителя поселка не бывает каждый год, с весны до зимы, поэтому воду же 15 лет. Они пишут и звонят во все инстанции и борются, причем не с природой, а с чиновниками. Это уже в 18-м году, когда мы до зимы обращались, смотри, вот нам отвечает Горводоканал, что мы не относимся к ним по балансовой стоимости. Они вот здесь пишут, хотя до этого у нас они как запятую деньги собирали. Это все подтвердит, что до этого года они у нас деньги собирали, но когда мы начали, у них требовалось, чтобы нас обеспечили водой. Они от нас начали отказываться от официального письма, что они отказываются. Здесь важно отметить, на балансе поселка находятся два водовода – Меатлинский и канал Октябрьской революции. Но количество, как правило, не отвечает за качество. Так вышло и с жителями поселка. Дело в том, что инженерные сети по линии Кора устарели трубом более 60 лет, а вода, поступающая по Меатлинскому каналу, перехватили дачники из соседнего села Каркмаскала. И при таких исходных данных мы здесь 15 лет сидим без воды и уже обезвожены до невозможности. Мы не можем ни сеять, ни сажать, ни обрабатывать ничего. Мимо вода, когда проходит, конечно, они подключатся к этому. У них тоже нету, это безвыходная для них ситуация. Мы их понимаем, делаем это халал. У нас к ним нету претензии. Нам нужна новая труба, другого объема, другая мощность подачи, чтобы она доходила до всех. Нужно менять просто систему водопровод, нужно менять питьевой воды и поливной воды. А для этого необходимы, конечно, средства, которыми мы не располагаем. Недавно пытались с миру по нитке нам водопровод собраться, скинуться. Но это тоже настолько капиталоемкий процесс. Мы село не потянем этого, мы просим помощи. Или покупают, или ездят, где идет питьевая вода. Для полива вот так набираете колодцы? Для полива вот так набирают. У кого возможности, у кого колодцы набирают, у кого нету, набирают. Тару, кто что может. Дело в том, что и поселок расширяется. За последние 10 лет население поселка увеличилось чуть ли не вдвое. Здесь уже проживает более 10 тысяч человек. Соответственно, объемы подаваемой воды также необходимо скорректировать. Люди с города приехали. После войны оттуда, отсюда приехали. Расширился. Огромный поселок это стал. Для всех не хватает этой воды. Понимаете, труба маленькая, которая идет. 150, что такое такая труба? Этой воды разве хватит, сколько населения здесь живет? Жители на протяжении десятков лет пытаются достучаться до власти. В 2019 году были попытки выделить средства на строительство очистного сооружения. Но проект даже не дошел до госэкспертизы и был аннулирован. Правда, стало известно, что недавно в Министерстве строительства все-таки сделали первый шаг. Новая проектно-сметная документация по объекту водоснабжения поселка Шамхал-Термен разработана. Ожидается проведение государственной экспертизы. Строительство объекта запланировано на 2027 год в рамках федерального проекта «Чистая вода». Как оказалось, в курсе ситуации и мэрия Махачкалы. Чуть-чуть с места сдвинулась эта работа. Мы надеемся, что... Какие меры были все-таки предприняты? Приняты меры были, с администрацией городской было принято меры, чтобы приехала комиссия ЖКХ. Обследовали положение, посмотрели на обстановку, убедились, что действительно, что есть такая проблема, что в мятле трубах нет питьевой воды. Очевидно, что жителям поселка Шамхал-Термен ждать бесперебойную чистую воду как минимум три года. В принципе, согласно известной пословице, столько и приходится ждать обещанного. Но надежда, как говорится, умирает последней. Может быть, в скором времени на проблему обратят внимание на самом верху республиканской власти и возьмут ситуацию на контроль. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Власти Дагестана планируют продлить меры поддержки бизнеса в виде налоговых льгот до конца 2023 года. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Законопроект направлен на согласование. Правительство Дагестана планирует выйти с этой инициативой на ближайшие сессии депутатов Народного собрания. В Минэкономразвитии Республики разработан проект нормативно-правового акта о продлении налоговых год до конца 2023 года, снижение ставок по обрушению системы налогообложений по единому сельскохозяйственному налогу и ставке по отношению крупногабаритных грузовых автомобилей. Данный законопроект направлен на согласование за инвестиционную онлайн власти. Хотел бы попросить, не затягиваясь с процедурой согласования данного акта, чтобы мы могли своевременно на ближайшие сессии принять данный законопроект. Гимназию номер 7 презентовали после ремонта. Мэр Махачкалы Салман Дадаев вместе с делегацией, администрацией города и представителями родительского комитета посетил объект. Здесь завершен ремонт фасада корпуса, обновлена штукатурка внутри здания, произведена покраска помещения с учетом дизайн-кода, разработанного Управлением архитектуры и градостроительства города. В целом, мэр Махачкалы отметил работу как удовлетворительную, но не обошлось и без замечаний. Мы вам дали уникальную возможность сделать ремонт в какой-то веке. Мы за 22 года, как будто бы даже не знали, где у вас трубы проходят, где у вас плохая ситуация, что у вас с батареями. Мы как раз включили, то, что мы будем прислуживать батареями, включили. Если у вас полонный фрукт не включен, мы не в нормальном состоянии, то, что у вас с батареями не встали. Вы же знатарщик, почему у вас парадщик, что ли, вам деньги платит? Вы же ему деньги платите? Как объяснять, что там вот штукатурит, если вы штукатурите батареями? Я не могу его объяснить, я не услышал, если честно. Отметим, в текущем году в 19-ти общеобразовательных учреждениях столицы произведена реконструкция на общую сумму 887 миллионов рублей. И о спорте. Усманур Магомедов срадится за титул чемпиона Лиги Беллатр. 19 ноября непобежденный легковес из Дагестана выйдет в октагон против действующего обладателя пояса бразильца Патрики Фрейри. 24-летний Усманур Магомедов возглавил рейтинг Беллатр в конце июля. В американском промоушене брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова провел 4 победных поединка. Его сопернику 36 лет. На счету Патрики Фрейри 24 победы и 10 поражений в ММА. Хасаверт и Кюре разыграют суперкубок Национальной футбольной лиги Дагестана. Встреча за почетный трофей пройдет 2 сентября в Махачкале. В игре на стадионе Дагестанского государственного аграрного университета сойдутся победитель регулярного сезона НФЛ – футбольный клуб Хасаверт и обладатель Кубка НФЛ – клуб Кюре из села Касункент. Боец Магомед Рассол Гасанов защитил пояс чемпиона лиги ACA. Поединок против Артема Фролова прошел в рамках 143-го турнира организации в Краснодаре. Бой продлился 5 раундов, на протяжении которых дагестанский спортсмен полностью владел инициативой. По итогам, судьи единогласно признали его победителем. Гасанов во второй раз защищает титул чемпиона в среднем весе. А другой дагестанец, тяжеловес Салимгири Рассула, в этот вечер лишился своего пояса, уступив Алихану Вахаеву. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин